Дорогие коллеги Дорогие коллеги Дорогие коллеги увеличатся в обозримом будущем. Значит, дамы, дамы я пока не вижу, это не безопасно. Но тем не менее. Ну, господа. Значит, маленькие сообщения. Тут как раз на прошлой неделе собственно произошло странное событие, конечно. Есть такая контора под названием «Глобальная энергия». И там такое прелюбопытное сообщение было, что заставило меня бросить в Владимирскую глубинку и мчаться в Москву. Думал, может, удастся что-то сказать. Конечно, ничего не удалось. Можно действительно с нашими властями о чем можно разговаривать. Ну, как Владимир Акимович сказал, ребята, можно разговаривать, но только после социалистической революции. Значит, информация такая, «Глобальная энергия» готовит научную революцию. В год десятилетия премии ведущие ученые мира обсудят в Москве перспективы создания вечного двигателя. Ну, всякий нормальный эфирщик должен, конечно, все бросить и мчаться. Вот я и помчался. Ну, выяснилось, там было по крайней мере 10, я насчитал, лауреатов премии «Глобальная энергия» из 9-ти стран мира. Ну, какие-то там даже нобелевские лауреаты были. Ну, короче, гора родила мышь. Все 10 нобелевских лауреатов этой самой премии сказали, есть нефть, есть газ, есть уголь, есть адная энергия, ну, там всякий мелочок, ну, ветер, что там дальше, солнце, водород и, естественно, сорняки. И поэтому никакого вечного двигателя пока не просматривается. Ну, вот такая вот история. Вот, теперь может быть действительно, вот, Ярослав Григорьевич верно говорит, что, конечно, физикой физикой, а оргработой, оргработой. Мне кажется, просто уже пора какой-то, ну, своего рода рабочий план Конгресса 2014. Я просто когда-то была действительно мешанина из совершенно альтернативных физиков с эзотериками и так далее. Например, мне это было очень тяжело. Я не против эзотерики как таковой, но на фоне, так сказать, такой, кондовой физики типа эфиродинамики все это было тяжело. По поводу проблем современных физиков и естествоиспытателей известный литератор высказался в юмористической форме. Толпа естествоиспытателей на тайны жизни пялит взоры, а жизнь их шлет к такой-то матери на их могучие приборы. Хочется немного порассуждать на тему, от чего в будущем откажется физика и ее философия. Первое, от чего думается откажется физика от собственного доминирования в науке среди других отраслей знания. Это касается и математики. Существует теорема Тарского, которая утверждает, что невозможно в полноте приблизиться к истине в рамках какой-либо одной формализованной системы, будь то физика, математика или наука вообще, или философия, или религия. Движение к истине с учетом всех отраслей знаний, всех формализованных систем известных возможно в полноте. Таким образом, физика осознает, что она и математика осознает, что не царица наук, но одни из них. От чего еще откажется физик? От претензий на объяснение происхождения жизни в духе Виталия Гинсбурга. Известно, что Гинсбург вот эту задачу ставил перед физикой будущего. Я сознательно утрирую. Нельзя, например, объяснить любовь действием гравитации или какой-либо другой силы. Третье, от чего представляется откажется физика, от идеи обратимости времени. Ну, нельзя попасть в прошлое и убить своего дедушку. Физика откажется от кота Шрёдингера, который и жив и мертв одновременно. Вот тех, кто так полагает, еще Парменид в свое время называл двуголовыми. Ну, нельзя всерьез полагать, что реальность существует только тогда, когда за ней наблюдает наблюдатель. Еще представляется физика откажется от идеи эволюции законов во времени и от эволюции Вселенной как целого. Ну, действительно, физический мир бесконечен хотя бы в силу законов сохранения энергии. Бесконечен во времени. И, тем не менее, парадоксальность или пикантность ситуации в том, что ни один физический процесс не бесконечен. Отсюда на полном логическом основании можно сделать вывод, что в физическом смысле вся Вселенная там, универсум, мета Вселенной мультивселенная как сейчас полагают. Ни одна из этих систем в глобальном смысле не эволюционирует. В физическом смысле не эволюционирует. Ни одна из этих глобальных систем. Что касается эволюции законов во времени, например, древние греки не знали ничего о существовании микробов. Но от того, что они не знали микробиологии, совершенно не значит, что законы микробиологии эволюционировали. И, наконец, физика откажется от страха перед метафизикой, признав, что перемещение микрообъектов в пространстве не является физическим процессом. Собственно, это и доказывает теория детерминированной бесконечности. Хочется пожелать новому семинару философской широты взгляда на науку и в то же время дисциплины мыслей, которой ой как не хватает всем нам. Я верю в то, что под руководством такого мудрого человека, как Ярослав Григорьевич Клюшин и его ученика, совершенно талантливого молодого ученого Егора Пестерева, семинарю суждено большое будущее. Спасибо.